Добрый день, друзья! Сегодня небольшой экспромт. Мы с вами побеседуем с чатом GPT об инфодайвинге. Что это такое, как работает, то смотрите. Добрый день! Добрый день! Как ваши дела? Мои дела отлично! Как ваши дела? Готовы ли вы предоставить информацию про инфодайвинг? Рад слышать, что у вас все хорошо. Я тоже в порядке, спасибо. Конечно, я готов помочь. Что именно вас интересует про инфодайвинг? Что такое инфодайвинг? Кто его основатель? И в чем заключается суть инфодайвинга? Инфодайвинг – это метод получения информации из подсознания с помощью различных техник и практик. Основателем инфодайвинга является Светлана Самарина. Суть инфодайвинга заключается в том, чтобы глубже понять свои внутренние проблемы, найти их корни и решить их на уровне подсознания. Это достигается с помощью различных практик, включая медитации, гипноз и другие техники самопознания. Дорогой чат GPT, Светлана Самарина никогда не занималась инфодайвингом. А кто тогда такая Наталья Зайцева? Прошу прощения за ошибку. Наталья Зайцева действительно связана с инфодайвингом. Она является одним из основателей и популяризаторов этого метода. Инфодайвинг направлен на исследование подсознания и использование полученных знаний для личного роста и решения внутренних проблем. Есть люди, которые утверждают, что инфодайвинг помог им справиться с различными проблемами, включая здоровье и личные трудности. В некоторых случаях люди говорят о значительных улучшениях состояния здоровья или эмоционального благополучия. Однако научные доказательства эффективности инфодайвинга ограничены, и его результаты могут быть субъективными. Важно подходить к таким методам с осторожностью и при необходимости консультироваться с профессиональными медицинскими специалистами. Были ли положительные случаи выхода из аутизма через инфодайвинг? Есть утверждение, что инфодайвинг помог некоторым людям с аутизмом, но научные доказательства этого ограничены. Большинство медицинских специалистов рекомендуют подходить к таким утверждениям с осторожностью и полагаться на проверенные методы лечения и поддержки для людей с аутизмом. Хорошо. А как ты думаешь, те фильмы, которые сняты про аутизм и выход из аутизма, где мамы рассказывают о том, что их дети поправились, это правда или это вымысел? Есть ли такие фильмы? Да, есть фильмы и документальные проекты, где родители рассказывают о своих детях, которые преодолели трудности, связанные с аутизмом. Например, фильм «Recovered. Journeys through the autism spectrum and back» рассказывает истории детей, которые значительно улучшили свое состояние. Однако следует помнить, что аутизм – это спектр, и то, что работает для одного человека, может не работать для другого. Каждая история уникальна, и улучшения состояния могут быть связаны с различными факторами, включая интенсивную терапию, раннюю диагностику и индивидуальные особенности развития ребенка. Поэтому такие истории могут быть правдой для конкретных семей, но не являются универсальным решением для всех. Хорошо. GPT-чат, а почему ты все время отправляешь в науку и в медицину? Ты считаешь, что только там выход из проблемы возможен, из того же аутизма или из тяжелых заболеваний? Почему все время ты даешь ссылку на медицину и на науку? Внимаю ваше беспокойство. Я стараюсь быть осторожным, потому что здоровье и благополучие – это важные и серьезные темы. Научные и медицинские подходы основаны на проверенных данных и исследованиях, что делает их надежным источником помощи. Тем не менее, я признаю, что некоторые люди находят поддержку и улучшение в альтернативных методах, включая инфодайвинг. Важно находить баланс и при использовании таких методов не забывать о традиционной медицине и консультациях с профессионалами. А давай с тобой углубимся и поговорим о Наталье Зайцевой. Что это за человек и действительно ли он профессионал своего дела? Наталья Зайцева – одна из основателей и популярных практиков инфодайвинга. Она занимается исследованием подсознания и использует различные методы для получения информации, которые могут помочь в личном росте и решении внутренних проблем. Она утверждает, что ее методы помогают многим людям справляться с различными трудностями. Однако научных исследований и доказательств, подтверждающих ее подходы, не так много. Это вызывает скептицизм в медицинском сообществе. Тем не менее, многие люди, практикующие инфодайвинг, считают Наталью Зайцеву профессионалом своего дела и отмечают положительные изменения в своей жизни благодаря ее методам. А кто такая Ирина Остапук и какую роль она сыграла в инфодайвинге? Ирина Остапук также является одной из основателей и активных практиков инфодайвинга. Она вместе с Натальей Зайцевой разработала и популяризировала метод инфодайвинга, направленный на исследование подсознания и самопознания. Ирина Остапук вносит вклад в развитие и обучение этой практики, помогая людям использовать инфодайвинг для решения внутренних проблем и личного роста. Как инфодайвинг относится к религии и как религия относится к инфодайвингу? Инфодайвинг и религия могут пересекаться, но они обычно рассматриваются как разные области. Инфодайвинг фокусируется на исследовании подсознания и личного роста, в то время как религия включает верование, духовные практики и общение с Божественным. Некоторые люди могут интегрировать инфодайвинг в свои религиозные практики, если это соответствует их вероисповеданию. Однако официальные религиозные организации обычно не признают инфодайвинг как часть своей практики, и отношение к нему может варьироваться в зависимости от религиозных традиций и учений. Были ли преследования религии Натальи Зайцевой? Сведения о том, что Наталья Зайцева сталкивалась с религиозными преследованиями, отсутствуют. Она в основном известна как практик инфодайвинга и занимается методами работы с подсознанием. Если у вас есть конкретные случаи или источники, которые вас интересуют, дайте знать. Спасибо большое за информацию. Пожалуйста, рад был помочь. Гугл напрочь удалил все материалы по преследованию Натальи Зайцевой со стороны религии. Но согласно законодательству он, конечно, это сделал, потому что преследователь сел в тюрьму. Я просто в полном восторге. Я в полном восторге от того, как собирается информация искусственным интеллектом, от того, как она обрабатывается. Да, видно, что алгоритм заточен на науку, на медицину. Может, это и правильно, люди в это верят. Но я в полном восторге от этой беседы. Это уже не первая беседа. Просто сейчас было про инфодайвинг. А, в принципе, мы GPT-чатом пользовались в качестве экскурсовода на многих объектах, когда мы путешествовали. И по Беларуси в том числе. И это, конечно, круто. Продолжение следует...